Я была самая маленькая. У Вани было 4 года, он такой. У меня было 7 лет. Мне было 2 или 3 года, я не помню. Шестилетняя Катя ищет на картине себя и своих родных. Эта работа выполнена в 2014 году, и о том, что на картине именно маленькая Катя, ей рассказала её мама. Девочка изучает и другие экспонаты выставки, которые проходят в Хвалынском художественном музее имени Петрова Воткина. Под простым названием «Черемшан. Возвращение» скрывается настоящее чудо. Дело в том, что год назад эта выставка послужила действенным инструментом в благородном деле возвращения верующим исторических памятников старообрядческого комплекса в урочище Черемшан близ Хвалынска. Благодаря этой выставке, наверное, удалось сохранить монастырские здания от отрушения. И сейчас там в этом монастыре, создаваемом, уже живут насельники. Я думаю, благодаря этой выставке во многом. Но интерес, я думаю, у всех к этой теме, к теме наших корней, к теме наших истоков. Соборным решением объявлено о возрождении Серапионова мужского монастыря. Таким образом, ныне это первый после десятилетней разрухи и гонений мужской монастырь русской православной старообрядческой церкви. И потому цель выставки не просто показать подлинные предметы из черемшанских обителей, но и привлечь внимание к истории этого уникального очага русской духовности, рассказать о его возрождении. Часть экспонатов действительно уникальна, потому что здесь, что касается исторической части, здесь присутствует коллекция нательных крестов, часть из которых датируется даже XI веком. И эта коллекция прослеживает всю историю развития формы нательного креста русского православного. И еще уникальные элементы, которых, наверное, нигде нет, это образцы богослужебных просфор. Было желание показать всю красоту и богатство нашей духовной культуры. То есть, что мы, как говорится, не какой-то молодой народ, у которого нет своей истории. У нас есть история, у нас есть прошлое, у нас есть истоки, которые должны нас питать. Уникальные старообрядческие христианские предметы, подлинные вещи саратовского и черемшанского духовенства, иконы, рукописи, медное литье – это только одна из частей выставки. Все это дополнено картинами художников, которые участвуют в хвалынских пленерах. Отдельный стенд демонстрирует архивные фотографии. Надо сказать, что наши монастыри старообрядческие, они стояли на землях нашего старообрядческого купечества. Это Ишикины, Буяновы, Авакумовы, Михайловы. И в конце концов, только после того, как пославление было для старообрядцев в 1905 году, они стали постепенно эти земли передавать в старообрядческо-австрийскую общину. А до этого эти сады, эти земли, они принадлежали нашим старообрядческим купцам. Выставка «Черемшан. Возвращение» будет проходить в Хвалынском музее до марта. Так что, если вы собираетесь в ближайшие четыре месяца в Хвалынск, обязательно загляните на эту уникальную экспозицию.